Приветствую вас, друзья! С вами Илья Студио, рисунок Art Channel. Сегодня напишем маслом подводный морской пейзаж. Главная фишка этой простой картины будет в том, что я постараюсь изобразить свет, проходящий сквозь толщу воды. А также использую для работы всего два цвета. Первое, что я делаю, это наношу на холст синюю краску тонким слоем. Мазки делаю резкими, длинными и размашистыми. И стараюсь не оставлять следов кисти на холсте. Чтобы подводная поверхность казалась прозрачной и более реалистичной. В верхней части холста оставлю непокрытый участок. Это будет место, куда падает свет. И туда наношу белую краску и смешиваю ее с синей уже на холсте. Теми же размашистыми мазками делаю растяжку от светлого участка к темному. Если мы внимательно посмотрим в толщу воды, то заметим, что на относительно небольшой глубине свет распространяется довольно интересно. Мы видим источник света над поверхностью воды и увидим, что этот свет еще и отражается от дна. Даже если само дно мы не видим. Таким образом, самый темный участок мы наблюдаем не у самого дна, а как бы на линии горизонта. Что, собственно, я сейчас и хочу изобразить путем растяжки синего и белого цветов. Субтитры подогнали Симон. Когда общий фон закончен, пора обозначить блики света на водной поверхности. Для этого я использую широкую плоскую кисть с мягкой синтетической щетиной. Наношу белую краску туда, где будут блики света. Далее очень легкими мазками, касаясь холста самым кончиком кисти, растушевываю ее. Субтитры подогнал «Симон» чтобы увидеть его лучи в толще воды. Чтобы это изобразить, я применю тот же прием, которым писал блики на поверхности. Наношу белую краску на холст по линии распространения лучей света. И легкими касаниями кисти растушевываю ее. Так получается плавная граница тени и света, а также эффект преломления световых лучей. При этом стараюсь избегать появления следов кисти, так как я хочу сделать поверхность как можно более гладкой. Луч света будет ярче виден у поверхности, а далее рассеется. Поэтому верхнюю часть некоторых лучей, а также лучей, которые находятся на переднем плане, делаю ярче, добавляя дополнительный слой растушевки белой краски. Чтобы вам была понятнее техника работы с кистью, я тут оставлю замедленный кусочек видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Теперь подводный пейзаж нужно немного оживить. Добавлю кусочек кораллового рифа в левом нижнем углу. Сначала темным оттенком синего прорисую общий силуэт. И на данном этапе я уже не буду избегать появления следов кисти, а наоборот, мазки помогут передать мне фактуру поверхности кораллов. Первым будет коралл, остов которого шарообразной формы, но пустотелой внутри. К нему применим общие правила к изображению сферических предметов, которые помогут передать его объем. Обозначаю на нем место, куда падает свет, далее растяжечкой прорисую тень и полутень. Пустоты, которые проглядываются сквозь него, чуть позже изображу темными пятнами. Далее коралл, похожий на капустный лист. Сначала обозначу его общий силуэт, на котором уже понятно, куда будет падать свет. Так как я наношу мазки по направлению от света к тени, краска на кисти заканчивается, и таким образом получается плавный переход. Далее прорисую контуры его листьев и точечными мазками подчеркну освещенные и теневые поверхности соответствующими тонами краски. К тому же точечные мазки помогут передать его неравномерную губчатую фактуру. За ним располагаются морские губки и пальцевидные кораллы, похожие на ковер с толстым ворсом. У него мы будем видеть только вершины отростков. И эту фактуру выделяю штриховой формой мазков, которые наношу по диагонали. Еще выше расположу ветвистый коралл. И возвращаюсь к прорисовке морских губок. Они имеют бочкообразную форму. Снова помогает правило изображения простых объемных фигур. Наношу свет тень тычковыми мазками для подчеркивания губчатой фактуры. Внутри, кстати, эти губки полые и имеют отверстия в самом верху. Так как туда не попадает свет, изображаю отверстия самым темным оттенком синего. Ветвеобразный коралл также имеет объем, который необходимо выделить. С помощью света и тени. А также фактуру, которую я передаю с помощью все тех же точечных мазков. У коралла, который похож на ковер с длинным ворсом, в силу особенностей освещения, мы увидим только вершины его многочисленных отростков, которые дополнительно и выделю более светлым оттенком. Ну и самое интересное. Шарообразный коралл. Сначала мазками самого темного оттенка выделяю пустоты. На самых освещенных участках тонкой кистью прорисовываю белой краской остов коралла. Также выделяю белой краской кромки листообразного коралла. Там, где они наиболее освещены. Ну и расставлю еще пару световых акцентов. Работу можно считать завершенной. Надеюсь, мне удалось донести до вас в простой форме основные моменты, которые помогают сделать такую простую картину более живой и интересной. В общем, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и в следующем выпуске вы увидите, как я планирую использовать этот пейзаж. Ну а пока-пока! Всем вдохновения и новых творческих идей! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!